Как ветром сдуло. После очень тёплого, почти летнего сентября, природа начала действовать резко и беспощадно. По всей стране в первые выходные октября прошлись мощнейшие бури. Местами скорость ветра достигала 37 метров в секунду. За два дня зафиксировано около 240 случаев падений деревьев. Улетели и рекламные щиты, и остановки, и кровли сооружений. Сильный ветер с дождём – угроза не только стационарным объектам, но и движущимся. Только за выходные пострадало около 30 авто. В бурю лучше отказаться от поездок, но если вы всё-таки оказались за рулём, то следует соблюдать некоторые меры. В условиях сильного дождя выбирайте безопасную скорость и дистанцию, избегайте резких манёвров и торможений. Включите ближний свет фар. В случае невозможности продолжить движение, остановитесь на обочине с включенной аварийной сигнализацией и внешними световыми приборами и переждите ливень. Не паркуйтесь вблизи деревьев, линии электропередач и конструкции с высокой парусностью. Сильный ветер повалил неплохой парк деревьев, опорных линий электропередач и сорвал кровли с крыш зданий, разрушил парники и беседки. Сильно досталось частным постройкам. В больше чем тысячи населённых пунктах наступил полный блэкаут. Первые последствия стихии мы начали уже ощущать во второй половине пятницы. Уже бригады приступили к ликвидации аварийной ситуации. Но самый пик стихии – это вторая половина субботы и воскресенье. К концу воскресенья впоследствии основные были устранены, потребители запитаны. Стихия настигла почти каждый уголок страны. Больше всего пострадали Пуховичский, Бурановичский, Гомельский, Минский и Бобруйские районы. В последние сутки спасатели и городские службы не прекращают работу. В восстановлении задействованы около 300 бригад и столько же единиц техники. В случае сильного шквалистого ветра по возможности отмените поездки и оставайтесь дома. Если вы вдруг оказались на улице, помните, что опасно прятаться под рекламными щитами, за остановочными пунктами. Опасно находиться возле линии электропередач. В случае любой чрезвычайной ситуации вы можете набраться спасателем по телефону 112. Последняя стихия с масштабным валом леса прошлась по Белоруссии во второй половине августа. Правда, урон тогда был значительно меньше, чем в этот уикенд. Если же порывистый ветер застал врасплох, важно не допускать панику и действовать рассудительно. При необходимости звать на помощь. Никита Александров, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.